Приступим ко второму блоку четвертой лекции курса интеллектуального математика. В этом блоке мы рассмотрим некоторые вопросы, связанные с делимостью многочленов и некоторые инструменты решения задач с многочленными целыми коэффициентами. Так, ладно, начнем с делимости. Что у нас здесь есть? Ну, прежде всего, до основных основ теоремы делимости многочленов, то есть у нас есть два произвольных многочлена P от X и Q от X. Q от X не равен тождественному нулю. Тогда у нас существует единственное такое представление многочлена P от X в виде суммы произведения S от X и Q от X и, соответственно, R от X. S от X и R от X это у нас многочлены, при этом степень многочлена R у нас будет строго меньше степени многочлена Q. Да, такое представление у нас единственное. При этом R от X, члены R от X является остатком отделениям на расчлены P от X на Q от X. Многочлена S от X у нас является неполным частным отделением P от X на Q от X в случае, если R от X отличен от нуля. И просто частным отделением P от X на Q от X, если R от X тождественно равен нулю. При этом, ну, в случае, если R от X тождественно равно нулю, говорят, что P от X кратен Q от X делится на Q от X без остатка. Так, это была теорема отделением P от X. Давайте рассмотрим еще парочку связанных определений, утверждений. Первое утверждение теорема безум. Так, ну, утверждает, здесь у нас говорится следующее. P от X представима в виде S от X умножить на X минус A плюс P от A. Ну, в данном случае мы говорим, что остатком отделения P от X на линейное выражение X минус A будет значение многочлена в точке A. Ну, да, достаточно простое утверждение. То есть, если мы делим P от X на X минус A, мы получаем, соответственно, что? Мы получаем некоторое вещественное значение P от A. Ну, и если A это корень многочерена P от X, тогда P от A у нас будет на самом деле равняться 0. P от A равняется 0. И отсюда мы получаем средство к теореме безум, что если A корень, тогда P от X делится на X минус A без остатка P от X кратен X минус A. Так, давайте рассмотрим теперь, да, это были утверждения, связанные с делимостью многочленов. Давайте теперь рассмотрим некоторые определения и свойства многочленов с целыми коэффициентами. Ну, прежде всего, что такое многочлен с целыми коэффициентами? Да, периодически возникают некоторые недопонимания при решении задачи данного типа. Многочлен с целыми коэффициентами это не тот многочлен, который имеет целые, некоторые коэффициенты которого целые числа. Это такой многочлен, все коэффициенты которого являются целыми числами. Рассмотрим свойства данных многочленов. Во-первых, неполное частное деление многочлена. То есть, вот у нас путь P от X с некоторыми многочленами целыми коэффициентами. Так, да, если мы делим P от X на X минус A, то, да, здесь по-прежнему в остатке получаем P от A. Но здесь мы уже сможем кое-что сказать про S от X. S от X будет также многочленом с целыми коэффициентами. Но если P от X многочлен с целыми коэффициентами. При этом используется, вот, можно использовать такие обозначения. То есть, P от X там многочлен с целыми коэффициентами в этом случае. Но определение на X минус A неполное частное тоже многочлен, некоторые многочлен с целыми коэффициентами. Отличненько. Так, ну и вот такое замечательное свойство. Второе на этом слайде, оно, это следствие из Тиадем и безу. То есть, ну давайте посмотрим, то есть здесь у нас что будет. Так, P от X равняется S от X. Действительно, S от X на X минус A плюс P A. Так, ну давайте рассмотрим вот такую вот разность. Значит, тогда P от X на минус P A. Это у нас будет S от X на X минус A. Так, S от X с многочлен целыми коэффициентами. Да. Подставим место X B. Получим P от B минус P от A. Равняется S от B на B минус A. Ну а поскольку, опять-таки, S от X, это у нас многочлен целыми коэффициентами. Так, да. S от B это у нас что? S от B это некоторое вещественное число. О, вещественное, некоторое целое число. Так, мы написали. Некоторое целое число. S от B это некоторое целое число. Ну а в этом случае у нас, на что говорим, в левой части вот от этого выражения. Получаем разность целых чисел. Но P от A и P от B тоже будут целые числа. Поскольку, ну да, давайте мы сразу условимся с тем, что A и P это у нас что это? A и P это некоторые различные целые числа. То есть их разность не равняется нулю. Ну, P от A и P от B у нас тоже будут целыми. Разность целых целых числа. S от B целые. B минус A тоже целые. И мы получаем, что разность P от B, P от B и P от A у нас будет кратна. Чему у нас будет кратна разности B и A. Так, и это свойство тоже можно использовать при решении задач данного типа. Давайте, кстати говоря, на некоторые из них сейчас посмотрим. Ну, начнем с задачи попроще. В общем, первая задача численно делима, численно теорема безу. Необходимо доказать, что вот такой многочлен делится на вот такой вот многочлен. То есть первая задача. Многочлен X плюс 1 в шестой степени плюс минус. Так, минус X в шестой степени. Минус 2X и минус 1. Так, известно, что... Так, больше ничего не известно. Так же нам там на самом деле некоторые многочлены от X. X на X плюс 1 на 2X плюс 1. И необходимо доказать... Так... Необходимо доказать, что P от X кратен код X. Так, ну, с чего мы начнем наше доказательство. Ну, давайте рассмотрим вид нашего многочлена P от X. Так, это произведение нескольких линейных выражений. Так, ну вот здесь вот давайте вымещаем двоечку. Получим 2... А, ну ладно, X плюс 1 на 2X плюс 1 и X плюс 1 и X. То есть корнями многочлена код X будут значения минус 1 на 2, минус 1 и 0. Это корни код X. Ну, а если P от X кратен код X, то это значит P от X равен код X умножить на еще какой-то многочлены S от X. То есть еще корни многочленов код X будут также являться корнями P от X. Ну, а если корни код X будут являться корнями P от X, вот вот эти вот, то мы можем применить керему безу, чтобы это еще проверить. То есть как мы... Ну, по-другому мы проверяем кратность каждого из этих множителей. Сначала проверяем кратность P от X и X. Для этого достаточно убедиться в том, что P от 0 является корнем нашего многочлена. То есть P от 0 равняется 0. Так, ну это будет 1 шестой минус 1 шестой нолик, нолик шестой минус еще нолик. И минус единичка, да, это будет нолик. Теперь мы проверяем кратность... Так, P от X и X умножить. Проверяем кратность P от X, чем O и X плюс 1. Хорошо, но на самом деле мы проверяем, мы хотим убедиться в том, что, исходя из ранее сделанных рассуждений, что минус единица является корнем многочлена P от X. Тогда у нас здесь будет 0 в шестой степени, минус минус 1 в шестой степени. Ну это у нас будет просто единица. Так, плюс 2 и минус 1. Так, отей... Минус 1 на минус 1. Ну да. Так, минус... Ну да, минус на минус... Здесь у нас будет минус 1 в шестой степени. Останется минус единичка. Вот этот минак у нас никуда не уйдет. Плюс 2 минус 1 и вот мы получим здесь 0 в шестом замечательным образом. Так, хорошо. И теперь мы хотим проверить, что 0... Так, 0 в шестой степени мы уже проверили, что минус 1 в 2 является корнем многочлена P от X. То есть, ну, просто, проще говоря, рассматриваем третий множитель выражения X на X плюс 1 на 2X плюс 1. И проверяем кратность P от X вот этому линейному выражению 2X плюс 1. Так, оно кратное, если потеря не безу. Вот это корень. Так, а это у нас будет 1 2 в шестой степени. Нет. А, да. 1 2 в шестой степени минус... Так, минус 1 2 в шестой степени. Так, минус 2 на минус 1 2 и минус 1. В общем, вот это у нас взаимно уничтожается. Остается 1 минус 1 0. Так, все. Мы убедились в том, что все корни многочлена Q от X являются корнями многочлена P от X. А значит, действительно, P от X у нас кратен Q от X. P от X можно записать вот в таком вот виде. Есть X произвольное... Ну, некоторые произвольные племяльные выражения. Что и требуется доказать. Вот такая достаточно простая задача. Давайте посмотрим следующее. Так, следующее тоже несложное. С одной стороны. Так, она несложная после того, как мы повторили вещь. Необходимый теоретический материал, который поможет нам при ее решении. Так, P от X многочлен целыми коэффициентами. Так, многочлен целыми коэффициентами. Так, минус 1 0 1. Это корни многочлена P от X. Так. Необходимо доказать, что P от X... P от X кратно 3. А если X целое число. То есть, можно было так написать. Для любого X целого. Ладно. Так, хорошо. Ну а с чего мы начнем решать нашу задачу? Ну а мы начнем с некоторого значения. Вот буквально P от X. Пусть у нас X некоторые целые значения. И рассмотрим, что разность P от X и одного из вот этих вот чисел. Ну не важно. Ну не важно. X у нас целое. И возможно три ситуации. Первое. Так, ну давайте X у нас кратно 3. То есть, остаток предъявления X на 3 у нас будет равен 0. В этом случае P от X. Ну и если X кратен 3, это значит X представим в виде 3 умножить на K, где K. Некоторые целые значения. Так, P от X минус... Ну давайте рассмотрим P от X минус P нулевое. Так. Так, да, оно должно быть кратным. Так, X это у нас 3K. Оно должно быть кратным, но поскольку P от X, то мы почти целыми коэффициентами, 3K минус 0. Ну, то есть, P от X, а P от 0 у нас равняется 0, должно быть кратным 3K. Ну, то есть, P от X у нас в этом случае должно быть кратным 3. Хорошо. Вторая ситуация, что если остаток отделения X на 3 у нас равняется 1, ну, либо по-другому X равним с 1 по модулю 3. То есть, X равен 3K плюс 1, где K не к 3 целой числу. Так, да, давайте рассмотрим P от X и P от 1. Ну, вот это замечательно. Значит, она у нас будет кратна 3K плюс 1 минус 1, но поскольку X равен 3K плюс 1, где K целого. Так, следовательно, P от 1 у нас равен 0, следовательно, P от X у нас кратен 3K. Все. Ну, а из этого следует, что P от X у нас, соответственно, кратен 3. Осталось рассмотреть одну ситуацию, что если у нас остаток будет равен 2. Так, давайте не через остаток, а сравнение по модулю. Что если X равним с 2, ну, то же самое, что X равним с минус 1 по модулю 3. Ну, то есть, X можно представить в виде 3K минус 1, где K некоторое целое значение. Так, так, да. Так, да. Ну, да, остается только рассмотреть. В случае с минус 1, P от X минус P от минус 1 будет кратно 3K, ну, то есть, P от X, P от минус 1 у нас будет равно 0, это корень. P от X будет кратно 3K, ну, то есть, P от X кратно 3. Ну, смотрите, никаких других случаев для X быть не может. Мы рассмотрели все возможные случаи значений X, все возможные группы. То есть, либо X кратен 3, ну, X нам равен 0, 3, минус 3, 6, минус 6 и так далее, все эти значения. Либо X в определении на 3 дает нам в остатке 1, ну, там минус 2, 1, 4 и так далее. Либо он нам дает в остатке 2, то есть, X минус 1, 2, 5, 8 и так далее, и так далее. Так, в любом случае у нас получается, что у нас получается, что P от X будет кратен 3. В каждом из этих случаев P от X будет делиться на 3 без остатка, понимаете. Так, ну, да, задача тоже оказалась достаточно простой. Да, мы доказали то, что необходимо было доказать. Давайте перейдем к следующей задаче. И она будет посложнее, но на самом деле не намного. Так, задача номер 3. Необходимо найти многочлен целыми коэффициентами, такой, что... То есть, теперь нам необходимо определить многочлен P от X целыми коэффициентами. Такой, что P от X равен P от 0. P от 0 равен 22, потом P от 1 равен 23. P от 2, там, по-чередной ли была. 1022, P от 3, 2023. Окей. Давайте порешаем эту задачу. Ну, прежде, да, необходимо найти сам многочлен P от X. Ну, какой-нибудь, любой многочлен. В любой случае, если их больше одного, какой-нибудь одного многочлена, одного представления для P от X, нам будет достаточно. В случае, если, конечно же, такой многочлен целыми коэффициентами существует. Да, то есть, план решения нашей задачи будет такой. Первый этап проверим то, что такой многочлен вообще может существовать. Но, в этом случае, да, понятное дело, что P1 минус P0, P2 минус P1, P3 минус P2 у нас, нам рассматривают бесполезно. Потому, что разность аргументов у нас будет равна единичке. И любое целое число у нас является кратным единичке. Поэтому давайте рассматривать сразу, например, P2 минус P0. P2 минус P0 это у нас будет, соответственно, 2000. И 2000 у нас действительно кратно 2. P3 минус P1. Опять-таки, 3 минус 1 двоечка. И двойка является делителем числа 2000. 2023 минус 23. Так, ну, тогда P3 минус P0. Здесь у нас 3 минус 0. Троечка и тройка у нас являются делителем числа 2001. То есть это будет 2023 минус 22. Это будет 2001. Сумма цифр числа равняется 3. Действительно число действительно кратно 3. То есть никаких оснований для того, чтобы отвергнуть гипотезу о том, что такое многочлено с целыми коэффициентами, который удовлетворял по всем этим условиям, что такого многочлена не существует. У нас нет никаких оснований. Ну, давайте этот многочлен, давайте приступать ко второму этапу. Давайте этот многочлен так или иначе определим. Так, ну, поскольку данные значения многочлены в четырех точках, мы однозначно можем по четырем точкам определить многочлен, например, третьей степени. Ну, по двум точкам определяем линейное выражение, многочлен первой степени, по трем точкам определяем параболу, многочлен второй степени, ну и кубический многочлен определен по четырем точкам. То есть, да, у нас будет какое-то выражение вида. С3 на x кубе плюс С2 на x квадрате плюс С1 на x плюс С0. Но, тем не менее, один из способов решения начинает подставлять вот эти значения 0,1,2,3 вместо x. И в результате мы получим некоторую стенку, с которой можно будет поработать. Но это не самый приятный вариант решения. Несмотря на то, что P0 у нас равняется С0. Это у нас будет равно сразу 22. P0 от 1, это у нас будет сумма коэффициентов. Так, это у нас будет равно чему 23. Так, P2, это у нас будет что? 2 в кубе, 18 на x3 плюс 4 на x2 плюс 2 на x1. Но хотя не особо страшно. Так, это будет 2022. И P3, это у нас будет 3 в кубе, 20 на x2 плюс 9, плюс 3, плюс С0. Это будет 2023. И необходимо решить вот такую замечательную систему. Но, кстати говоря, до 4 переменных, то есть до кубического многочлена, это еще не так страшно. Вполне себе подъемно. То есть С0 нам дан. Сразу же получаем систему 3 на 3. У нас будет... Останется вот C0 подставим от суда, останется только 3 неизвестных переменных. И то систему тем или иным способом, там методом Гаусса, методом Крамера, тем методом, который... Ну, одним из тех методов, одним из тех методов, которыми вы уже наверняка умеете пользоваться, решить, в принципе, труда не составит. Так, ну, есть способ несколько полегче. Давайте... Ну, смотрите, очень удобно то, что здесь у нас только один коэффициент, но когда мы считаем... Ну, когда мы посчитали по нулевое, но когда мы считали по первое, по второе, по третье, у нас всегда оставалось столько коэффициентов, сколько этот многочлен вообще, говоря, содержит. Так, это не очень удобно. И давайте перейдем от канонической формы запиши нашего многочленного, то есть от этой формы запиши к несколько другой форме. Так, у нас... Мы хотим, чтобы... У нас устраивает, что P от нуля сравняется с C нулевому. То есть у нас будет что? У нас будет коэффициенты... Давайте я их переобозначу. На всякий случай у нас будет A нулевое. Так, плюс... А первое на X. Ну, смотрите, мы хотим сделать что? Мы хотим, чтобы при подстановке единицы у нас все значения, кроме двух, ну, может быть, вот этого значения и вот этого значения. Все значения, все остальные значения обнулились. Тогда у нас будет 2 на X на X минус 1. Так, вот сюда подставим единичку. И вот это вот слагаемое у нас тоже обнулиться. Так, и третий коэффициент... Третий, а четвертый слагаемое у нас будет к 1 с четвертым коэффициентом A3. Так, мы хотим, чтобы при подстановке двоечки у нас все коэффициенты... Так, при подстановке нолика у нас вот этот и вот этот коэффициент уйдет. При подстановке единички у нас уйдет этот и следующий. При подстановке двоечки мы хотим, чтобы у нас ушел последний коэффициент хотя бы. То есть на x, на x-1, на x-2. Да, мы можем переписать вместо канонической формы запищи, использовать вот такую вот форму запищи. Дальше просто взять и получить. Это у нас также является многочленом третьей степени. Раскрыв скобки и приведя подобное, получить из вот этой запищи каноническую. Почему бы и нет? Почему мы перешли к этой форме опять-таки? Потому что считать коэффициент для нее будет несколько удобнее. Вот сами посмотрите. p от нуля у нас будет равно чему? У нас будет равно a нулевому. И a нулевое у нас будет равно 22. p от одного у нас будет равно a нулевое плюс a первое. Так, да, это у нас обнулиться, это у нас тоже обнулиться. И это у нас будет равно чему? Это у нас будет равно 23. p второе. Ну, сразу отсюда можно сделать какой вывод, что a нулевое у нас равняется 22. Следовательно, первое равняется единице. Так, p второе у нас равняется a нулевое. Подставляем сюда двоечку плюс 2, а первое. Плюс сюда двоечку 2, а второе. Так, вот это у нас обнулиться. Так, это у нас будет равно чему? Это у нас будет равно 2022. Так, окей. Это у нас будет a нулевое, это 22. Это у нас будет a первое, единичка. Следовательно, 2. Второе. Это будет 2022 минус 22, 2000 минус 2, 1990, 1998 и так, ладно, 1998. 1998, я второе, это 1998 пополам, 999. Ладно, п третье. p третье, это у нас будет что? a нулевое плюс, так, да, тут уже 3 будет. 3а первое плюс, так, 3 на 2, 6, 6. А второе, у нас тоже никуда не денется. 3 на 2 на 1 плюс 6, а третье, ну, не очень выражение, конечно, но как ищет, равняется 2023. Так, а нулевое, это у нас 22. 3а третье, это и троечка. 6а вторых, это 6 на 1000 минус 6. Это у нас будет 5994. Ну, хорошо, 6а три. Это будет 2023 минус 22, минус 3, минус 5994. Так, это у нас будет... Так, 2023, 2020, 1998. Это вот здесь вот, 1998, минус 5994. Так, 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 так. Сейчас, 2023 минус 22, минус 3. Так, так, да, 6а умножили на это. Не, ну, вроде все нормально. Так, ну, ладно, это у нас будет минус 5994, минус 1998. Так, это у нас будет что? Ну, давайте 4 минус 8, это у нас будет 6. Так, так, здесь у нас будет, соответственно, 9. Здесь у нас будет тоже 9. Здесь у нас будет троечка и с минусом. Хорошо. Так, это у нас... Да, это у нас точно кратно 6, потому что это кратно 3, кратно 2. Еще отлично. Так, да. А 3 у нас будет равняться чему? Вот тут эта радость, деленная на 6, и минус 39 на 6, это минус 6. Так, и тройка 39, еще 6, 36, 6. Минус 666, 6. Так, хорошо, ладненько. Дальше что мы делаем? А дальше мы, вот то, что я делал, вот то, о чем я говорил. Переходим от вот этого вида к вот этому виду. От того вида, который мы использовали, к каноническому. Так, ну давайте еще таки рассмотрим, ну чтобы не возиться с вот этими значениями, давайте в общем виде рассмотрим вот этот переход. P от x равняется 0. Наверное, систему мы бы решили еще быстрее. Еще таки. плюс а1 на x, плюс а2 на x, на x минус 1. Ну а тем не менее, это система 3 на 3. А в более общем случае, конечно же, ну если у вас там, например, многочерен 4 и так далее, или 5 степени, то, наверное, легче было бы использовать тот метод, который мы используем сейчас. Тем более, его можно в какой-то мере формализовать. В частности, вот ту формулу для кубического многочерена, которая, для кубического 4-черена, которую мы увидим сейчас, можно с легкостью использовать в дальнейшем. Третье на x, на x минус 1, на x минус 2. Так, ну ладно. Так, это у нас будет а0 плюс а1 на x, плюс а2 на x в квадрате минус а2 на x, плюс, так, это у нас будет x в квадрате минус 3x, плюс 2, это вот произведение вот этих двух скобочек. Так, ладненько. плюс а3 на x в квадрате минус 3а3 на x в квадрате, плюс 2а3 на x. Отлично. Давайте переводить подобное. Так, x первой степени здесь, здесь и здесь. x во второй степени вот здесь и вот здесь. Но и x в третьей степени у нас единственная. Но и коэффициент тоже единственный. Так, давайте начнем с старшей степени. А3 на x в кубе. Так, да, x в третьей степени у нас единственный. Так, x в квадрате, x в квадрате у нас 2. Так, плюс а2 минус 3а3 на x в квадрате. Так, это у нас будет, соответственно, что это у нас будет? С3, С3 равняется а3. С2 у нас равняется вот этой величине. Так, перед x. с нами плюс а1 минус а2. Так, ага, минус а2 и минус, а не минус, а плюс а2а3. Это коэффициент перед x. Ну и а нулевой у нас будет равно c нулевому. То есть что отсюда следует? Ну, то, что я уже начал написывать. С3 равняется а3. С2 равняется а2 минус 3а3. С1 равняется а1 минус а2 плюс 2а3. С0 равняется а0. Так, ну давайте все это аккуратно посчитаем. С3 это у нас а2 минус а6. С2 это у нас будет а2. Так, а2 999 минус 3а3. А3 минус 3, ну это будет плюс 1998. В общем, да, это у нас будет 2997. Ладненько. С1 это у нас будет что? А1. А1 это у нас точность и единица. Минус а2. 999. Так, и... Так, ага, вот здесь же. И плюс 2а3. То есть минус 1332. Так, ну ладненько. Это у нас будет что? Это у нас будет минус 2331. Это у нас будет минус 2330. Так, хорошо. С0 у нас точности 22. Ну и вот мы получили форму нашего многочлена. Просто и все коэффициенты целые. Все нас устраивает. Так, таким образом, каноническая форма записи у нас получена. Ну, кстати говоря, условий, по-моему, даже не было в канонической форме записи. Найдите многочлен целыми коэффициентами. Да, после того, как мы получили ашки, в принципе, поскольку про каноническую форму записи ничего не говорилось, после того, как мы получили ашки, на этом, наверное, можно было бы уже и остановиться. Ну ладно, мы при великанической форме сделали нашу форму записи несколько привычной. Так, минус 2330х плюс 22. Все, это ответ. Так, ну а на этом мы заканчиваем разбор задач данной темы. Понятно, дело гораздо более обширное. Поэтому я рекомендую вам, что? Я рекомендую вам, во-первых, обратить пристальное внимание на методическое посудие, которое выложено на сайте Центра развития одаренности, и обратить внимание на список рекомендуемой литературы. Ну, в частности, посмотрите на учебник Пау Дипреслова, посмотрите на учебник, ну, задачник по многочленам Табачникова. Там как раз-таки разобраны все эти темы, многие другие. И рассмотрено множество достаточно интересных задач. И их закрепление этого материала, их прорешивание соответствующих задач, он поможет, ну, закрепить, справиться, в дальнейшем справляться с задачами этой тематики гораздо легче. Продолжение следует... Продолжение следует...